2 декабря в Актамзаль Института филологии и межкультурной коммуникации состоялся гала-концерт «Национальное достояние». Фестиваль народного творчества, можно сказать, стал уже неотъемлемой традицией Казанского федерального университета. Курс «Молодежный студенческий конкурс» у нас проводится шестой год. Я считаю, что с каждым годом становится качество работ лучше и лучше. Вы сами можете убедиться. И, наверное, самое главное, что содержание этих работ с каждым годом более глубже отвечает тем требованиям, которые прописаны в положении конкурса. Это в действительности, вот если посмотрев на эти работы по декоративно-поплотному искусству, по этому дизайну, мы можем с радостью ответить, что они отвечают именно на родное творчество. Конкурсная программа, как и сама география фестиваля, очень обширна. Номинации начинаются со всеми привычного вокально-хорового исполнительства и заканчиваются дизайном, где юные дизайнеры демонстрируют нынешние тенденции моды с элементами этнического искусства. Вы знаете, я уже участвую третий год в этом фестивале. Я учусь в этом институте. И так как фестиваль проходит на базе именно данного института, я знаю о нем, знают здесь все об этом. И поэтому я участвую каждый год. Танец у нас основывается на том, что девушка гуляет по лесу, но мы по костюму представляем дерево. У нас также есть речка. Девушка гуляет по лесу, где там тягает рядом река. Фестиваль традиционно участвует более 200 студентов и руководителей творческих коллективов крупнейших вузов Приволжского федерального округа. Но порой встречаются участники других округов, ведь все хотят показать достояние своих предков, их традицию, культуру и язык. Традиционная культура каждого народа уникальна и необъятна. Тысячелетиями складываются мировоззрение, жизненный уклад, нормы поведений, искусство и ремесла народа. Историческое время и повседневная жизнь отсеивают все, что противоречит экологическим, климатическим условиям. Складу национального характера, здравому смыслу. В глубинах народного бытия рождались неписанные правила. Формировали законы сохранения здоровья народа, продолжение рода и его обращенность в будущее. Диана Шилова, Руслан Розаев, Универньюз. Диана Шилова, Руслан Розаев, Универньюз.